Мостике тренеров с двум новым своим помощником Алисадий Сагарра закончил Киевский институт физкультуры. В общем, знаком не понаслышке кубинцы с работой, так сказать, европейцев на ринге. Ну а Соколов и Червоненко, советские специалисты, в свое время оказали огромное влияние на воспитание и привели к победам на ринге мирового уровня знаменитого Теофила Стивенсона. 17-10, впереди кубинцы. Вот сейчас атакует очень жестко Кенделан. Правда, очков не появилось на его балансе. Минута до 18 до конца третьего раунда. Украинский боксер пытается навязать манеру боя свою кубинцу, но не удается. Очень хорошо на дистанции работает спортсмен с Острова Свободы, перемещается. И как только колесник начинает серию атак, посмотрите, он ловко уходит, маневрирует на дистанции. Посмотрите. Вот сейчас слегка фронтально развернут. Это позволяет ему уходить маневром налево-направо и пробивать с той руки, которой удобнее это сделать. Боковым ударом, естественно. Вот еще серия боковых. Кубинца. 20-11, впереди он. Так, замечание получает Кенделан. Но не думаю, что оно повлияет на ход поединка, это замечание. И нарушит очковый баланс. Вкупе другими полученными центрально-американским спортсменам. 25 секунд до конца раунда. 8 мячков разделяет, отделяет кубинца от украинского бойца. 27-13. В корпус пробивает Кенделан. Вот серия из боковых апперкотов. Третий раунд боя закончен. В прошлом году, на прошлом чемпионате мира, золотую медаль выиграл Майкро Ромеро. Который стал впоследствии олимпийским чемпионом в Сиднее. Это была единственная золотая медаль кубинцев. Зато было много серебряных и бронзовых. Вот сейчас мы видим фрагменты работы бойцов на ринге. Вот Данильченко выдержал шквал атак сейчас кубинца, высоко подняв руки. А вот одна из атак кубинцы получает в корпус неплохой апперкот. Повторюсь еще раз. Украинцы представлены в финалах четырьмя боксерами. Это, в общем-то, большой успех украинского бокса. В стране сейчас занимается 50 тысяч спортсменов боксом. Период расцвета украинского бокса пришелся на 40-е годы. 24-14. Впереди кубинец. А в 1992 году Украина стала членом АИБа. Полторы минуты отделяют кубинского легковеса Марио Кинделана от возможности завоевать третье золото чемпионата мира. Третье золото кубинской делегации. 25-14, 9 очков. Украинец очень аккуратно и деликатно пытается атаковать, но в этом случае эта версия атаки никаким образом не проходит. Кубинец чрезвычайно внимателен. Вот опять он занимает фронтальную позицию. Посмотрите, куда уйдет, неизвестно. С какой руки будет бить, тоже неизвестно. Пошел справа и вперед. 26-14 впереди. 30 секунд до конца четвертого раунда. В корпус пробивает, зарабатывает очков кубинец. В корпус правый. Украинец, видимо, смирился уже сейчас. Я не знаю, на что рассчитывает, проводя такие вот легкие, бессмысленные атаки. Наверное, боится получить встречный. Может быть и так. 29-15 впереди кубинский боксер. Итак, победа кубинца. Третья победа кубинца сегодня на чемпионате. Но я повторяю, мы ждем боя в весовой категории до 75 килограммов Андрея Гоголева сутки Бековым Хайдаровым из Узбекистана. Если посмотреть сейчас на состав участников финалов, финальных пар, то скажу вам, что румыны здесь были представлены в финале двумя боксерами. Болгары, одним боксером казахи, одним боксером узбекской делегации, двумя бойцами, англичане, одним боксером француз, один, два турка. Соответственно, семь кубинцев, два россиянина, четыре украинца. Наверное, есть причины у такого блестящего выступления кубинцев на этом чемпионате. Я думаю, что мы пригласим... Я приглашу за комбинарский столик президента Федерации России Эдуарда Решатовича Хусаинова и он выскорился по этому вопросу как специалист. Итак, Марио Кенделан, третий обладатель золота с острова Свобода на чемпионате мира 97-го года в северо-рландском городе Белфаст. Продолжение следует...